То, что предполагалось как предмет разговора, звучит так. Это то, что мы согласовывали с руководителем этих курсов. Святитель Григорий Палома и Фаворский свет. В анонсе предполагалось, что речь должна идти о самом святителе Григория Паломе, потом о его первом противнике в богословии, оппоненте в Орламе Калабрийском. Я предполагаю, что нам будет не бесполезно вспомнить и иных его оппонентов. Это Григория Акинтина и Никихова Григору. Потом, собственно, такие богословские вещи. Это споры о фаворском свете на соборах, их истории развития природы фаворского света. Потом важность этого вопроса. Тут же отличие православных и католических точек зрения и их влияние на догматику. И современное состояние вопроса и споров вокруг него. Вроде бы как план есть, но я сразу же должен предупредить, что лекция, дело такое, по крайней мере, когда я к этому делу приступаю, не очень предсказуемое, потому что может какие-то вещи быть более понятны, менее понятны, и из-за этого что-то, о чем постановишься больше, чтобы как-то понять. Ну и увлекаешься в какие-то дополнительные побочные темы. Ну и потом в итоге, куда мы выплывем, неизвестно, мы будем смотреть. Вот. Ну и тоже вас прошу не быть просто радиослушателями, а как-то понимать то, что цель нашей встречи – это некая польза духовная. То есть то, что мы должны приблизиться к осознанному пребыванию в церкви. То есть если есть святитель Григорий Палома, если его значение столь велико, что второе воскресенье Великого Поста посвящается его памяти и восхваляются его деяния, то тогда хотелось бы знать вообще о чем это, что это такое. Я сразу хочу обозначить то, что я не специалист в богословии святителя Григория Паломы. Это необходимо говорить, потому что реально сейчас есть огромное количество исследований, частных каких-то вопросов святителя Григория, богословия его, моментов полемики с различными какими-то его оппонентами, исследуется точка зрения самих этих оппонентов и прочее, и прочее, и прочее. Наша цель не столько вот такая академическое выверение каких-то там нюансов, а наша цель – вот некое явление того, что означает смысл и значение богословия святителя Григория и тех вот каких-то смысловых богатств, которые были явлены через него церкви, и вот насколько это полезно нам. Вот. Это как бы такие преамбулы, цветочки. Теперь давайте к ягодкам. Значит, наша задача – это первое, святитель Григорий Палома, чтобы говорить о нем и понимать то, что происходило, как бы нервы споров, бывших в ту пору, нам нужно немножечко сказать о контексте, поминая и исторические, и политические все-таки реалии того времени. Родился святитель Григорий Палома около 1295 года в семье аристократов. Его отец Константин Палома был приближен к императору Андронику II, и, в общем-то, близость была столь сильна к двору и ко всем тем проблемам, и к семье, собственно, императорской, что, значит, Григорий Палома, он… Вернее, не Григорий Палома, а отец Константин, он был воспитателем внука императорского, будущего императора Андроника III. Все это способствовало тому, что и на самого святителя Григория было обращено пристальное внимание имперского двора, и он получил блестящее образование. Значит, что представляла собой в то время империя? Империя, в общем-то, восстанавливалась после, можно сказать, 70-летнего латинского ига, потому что в 1204 году был четвертый крестовый поход, который… ну, а мы знаем, что крестовые походы, их цель была, значит, освобождение гроба Господня от Магометан. Ну, и вот по благословению Папы Иннокентия III в четвертый раз собрался крестовый поход и через Средиземное море отправился в Иерусалим. Но в силу самых разных обстоятельств, достойных отдельного исследования и отдельной лекции, значит, корабли с крестоносцами свернули в Константинополь, и Константинополь был разграблен. Был разграблен, и на этих землях утвердилось владычество латинин, была создана параллельная латинская иерархия, и просуществовало все это новообразование порядка 70 лет. Когда, значит, латинская империя исчезла, и постепенно началось с проблемами, с внутренними, междуусобными какими-то разбирательствами восстановления Византийской империи, то было очень важно как-то найти какой-то компромисс с западным миром, чтобы не начались новые какие-то нападки оттуда с запада. И, естественно, что никакой компромисс и никакое вообще взаимоотношение с западом не было возможно бы без союза с Папой Римским. Именно в этом смысл был Лионской унии, попытка которой была осуществлена в 1274 году. Ну и вот Лион, вы знаете, где Лион? Франция. Странное дело, где-то Франция, и почему во Франции собирается уния? Да потому что, в общем-то, все было продумано, все было проработано в западном мире, и для Востока представлялась возможность присоединиться к тому, что там проработано. Да, значит, это 1274 год. Уния не состоялась, однако происходило, в общем-то, знакомство с западным богословием, и в первую очередь было знакомство постепенно с трудами Фомы Аквинского. И вот мы переходим теперь, собственно, ко времени серебряной поломы. Это 50 лет спустя после этой унии латинской. И мы видим, понимаем то, что богословское напряжение достаточно велико. Существует уже, постепенно империя восстанавливается, и, в общем-то, богословская школа достаточно серьезная, вот, своя греческая мудрость, образование, и вместе с тем вопросы о том, кто же такие эти до недавнего времени братья, а теперь, в общем-то, странные, недругие, дразнувшие столицу Константинополь, разрушенные. Как с ними быть? О чем, собственно, там с ними возможно общаться, разговаривать? Вот контекст, да? Есть империя становящаяся, есть богословия развивающиеся, серьезный интеллектуальный такой поиск, интеллектуальный поиск, и серьезнейшее очень образование, к которому причастен святитель Григорий Палома. Есть вопросы, касающиеся, значит, различия и вообще какого-то адекватного ответа в сторону Запада, а на Западе, надо сказать, происходят тоже удивительные вещи. То есть, если еще ко времени, вот, 1054 года, когда мы отсчитываем, вот, произошло разделение церквей, то тогда еще, значит, патриархом Иерусалимский писал патриарху Константинопольскому Михаилу Керлуаре, то, что, слушай, не спой ты с ними, там дремучие люди, они вообще варвары, которые, вот, дай Бог, чтобы они вот 10 заповедей могли исполнять, и не спой там о каких-то нюансах, да? То уже, вот, конец 13, начало 14 века, Фома Аквинский, это уже вершина схоластического богословия, это совсем изменившаяся, ну, скажем так, погода богословствования, это уже богословие университетов, а не монастырей. То есть, это уже интеллектуалы, которые, да, конечно же, духовная жизнь, да, конечно же, молитва, но у нас должно быть ремесленнически отточенное мастерство. Если ты бочкарь, то ты можешь молиться, не молиться, у тебя должна быть четкая, ясная бочка. Если ты сапожник, у тебя должны быть отличные сапоги. Если ты богослов, у тебя должна быть превосходная логика и четкая, ясно изложенная своя позиция. И вот, значит, такое католическое богословие, латинское, правильно назвать его, богословие, оно, в общем-то, ставит вопросы перед теми, кого они считают, схизматиками перед Востоком, да, и, значит, есть ряд моментов, которые обсуждать. Ну, по крайней мере, мы скажем, это, значит, первенство в церкви, главенство Папы Римского и учение о Пресвятой Троице. Да? Да. И вот мы говорим становящееся византийское богословие, значит, латинское богословие и реалии, значит, всех этих взаимоотношений. Итак, Григорий Палома получает блестящее образование, об этом спорят, что там входило в это образование, но достоверно понятно то, что он был изумительным знатоком философии Аристотеля. Да, сейчас спорят, в общем-то, доказано то, что он совсем неплохо знал и Платона. Но, вместе с тем, он достаточно критично ко всему этому относится, не считает себя философом, а в первую очередь он такой, на тип, монах и свидетель опыта. Вот кто такой Григорий Палома. В юношестве предполагает то, что это где-то лет 18, он решает оставить свое какое-то занятие светскими науками и такую какую-то перспективу мирской какой-то карьеры. И он удаляется в монастырь, на Афон. Удаляется на Афон, где в разных монастырях Афона, у разных старцев он подвизается в монашестве. На то время это был уже Афон после преподобного Григория Синаита. Это же Афон Иисусовой молитвы. Это уже Афон, созерцающий Божий свет. И к этой традиции оказывается причастным святитель Григорий Палома. Вместе с тем, он, отойдя от светской премудрости, он нисколько не закапывает свои таланты в землю. Одно из первых его произведений, которое было написано им задолго, ну не задолго, это я зря так сказал, было написано с ним до полемических, богословских его статей, это было житие преподобного Петра Афонского. Оно переведено на русский язык, и это не просто такое жизнеописание, а это некое прикосновение к сущности монашества. А Петр Афонский-то был, ну считается, основателем, первым монахом на Афоне, ну в общем-то такая, как скажем, легендарная для Афона фигура, то есть отец афонских монахов. И поэтому, обращаясь к его фигуре, святитель Григорий Палома, он как бы воспевает монашество как таковое. А кто мы монахи? То есть почему нам так сладко здесь быть? Что мы здесь делаем? Чего чаем? Каково наше призвание? И все эти вопросы, это как бы ставит он сам себе и отвечает себе и миру. Что вот она высота монашества, вот она красота нашей церковной жизни. И прочее. Однако, все бы оно так, наверное, и было, но вот в столицу, в Константинград, прибывает некий монах, образованный, утонченный, воспитанный как в греческом, так и в латинской традициях, Варлам. Варлам, который в истории вошел как Варлам Калабрийский, а Калабрия, это самый юг Италии. Ну, то есть, вот этот сапог, вот подошва, и все там, это вот они, Калабрия. И там, вот на самом юге, там есть такое вот местечко Джерачи, где он впоследствии и подвязался, и пребывал. Так вот, этот самый Варлам прибывает в столицу, и всячески, значит, ему надо как-то заявить о себе, вот так сказать, ну, а как заявить о себе? Ну, он, ему надо как-то где-то жонглировать своими интеллектуальными мускулами, демонстрировать свои какие-то познания, да, завоевать авторитет. Так уж вышло то, что он столкнулся с еще более мускулистым в интеллектуальном плане соперником. Это Никифор Григора, который впоследствии тоже всплывет в нашем повествовании. И Никифор Григора укатал этого юного героя, вот, и Варламу нужно было искать какие-то новые, такие вот, значит, возможности для заявления о себе. В этих поисках он, значит, отправляется на Афон, и вот ему такая радость, он, монах-монах, он, значит, обращается к монахам и знакомится с простыми монахами, которые совершенно не искусны в каком-то вселогизмах, там, в логике, и которые ему по-братски делятся, то, что, знаешь, вот красота нашей афонской жизни, как в этом мультике, да, летим с нами, там много вкусного, да, ну, и что ж тут у вас вкусного, да, да, а мы, вот, понимаешь, свет нетварный фаворский видим, а ну, а как это вот так? Да вот очень так, вот, знаешь, как-то молимся, да, заповеди Божии исполняем, ну, живем, в общем, монахской жизнью, и вот Господь нас таких даров сподобляет. А как же вы молитесь? Ну, да вот как вот через преподобных отцов то, что нам преподано. И, по всей видимости, тогда с Варламом поделились некими техническими моментами, которые могут помогать человеку сосредоточиться в молитве. В частности, вот, есть такая практика, когда монах, это именно техническое вспомоществование, да, ну, вот, как, например, чтобы вы лучше, вам слышалось, да, сядьте ровнее, да, потому что ляжете, ну, задремлете, да, ну, то есть, а кто-то скажет, что, слушай, знаешь, у меня ноги болят, может, я лёжа буду слушать? Ну, ладно, ну, глядишь, задремал, правда, что, да. И вот удобнее слушать вот так, удобнее молиться вот так. Как же именно? Сидя на скамеечке, человек, вот, сосредоточивает свой взор где-то в области живота, а именно в области пупа, и старается, вот, как-то сосредоточившись на внутреннем мире, произносить имя Божье. Ну, для Варлаама это целый клондайк. Аж ты гляди, да, как у вас тут, вы тут прямо из пупа черпаете себе какие-то созерцания. Так всё же с вами ясно. Вы же просто-напросто безумцы. А свет, о котором вы говорите, это тоже какое-то прельщённое представление. А может, никакое даже не прельщённое представление, а просто вам, чтобы какую-то свою скучную монашескую жизнь оправдать, там какие-то блики увидели, солнышко-то, слава богу, в Греции хватает, и вам уж давай-давай, вот, вы тут что-то такое созерцатели. И, значит, Варлаам возвращается в столицу, довольный, счастливый, и, значит, вот, излагает эти самые свои открытия. Открытия связаны с тем, что вот, мол, где я вскрыл монашеское сектанство, вот, они там, и он произносит такой вот ярлык, такой их называют, пуподушники, да, то есть они как бы в пупе какие-то там духовные созерцания обретают. Оскорбительно, неприлично совершенно, вот, и, как бы, громко, да. Надо сказать, что это была одна тема, но ещё до этого Варлаам, когда вот он искал себя где-то вот в столице, он поднял ещё одну тему. Эти две темы, монахи и, значит, вторая, о которой я сейчас скажу, они перекликаются, поэтому стоит и про первую тему указать. Он, этот Варлаам Калабрийский, встречается с папским легатом, и они дискутируют о том, о том, о чем я говорил, да, то есть споры, то есть что вы вообще латиняне собой представляете, и какова наша вера православная, почему мы правы. И Варлаам, значит, против латинин выступает, как православный монах, и ведёт речь свою о том, что, слушайте, есть некие реальные вещи, в которые мы с вами не согласны, это папство, примат и прочее, прочее. А вот все эти вещи, касающиеся исхождения Духа Святого, от Отца только, или от Отца и Сына, послушайте, давайте будем честными, как бы говорит Варлаам, да, что это вещи, в общем-то, непознаваемые. Поэтому о Боге говорить с помощью логики, ну, не пристало, да, это предмет веры, вот, и там могут быть аподектические силогизмы, ну, то есть доказательные умозаключения, они находятся совсем в другой области, то есть мы можем доказывать истинность или ложность каких-то там суждений про людей, там, про ещё какие-то вещи, касающиеся здешнего земного мира, а про Бога давайте оставим всё там. Тем более, говорит Варлаам, мы на Востоке певцы апофатического богословия, отрицательного богословия, да, то есть мы понимаем то, что о Боге вот говорить утвердительно можно, но лишь в той мере, в которой он открыл себя в Писании, лишь в той мере, в которой он открыл себе там каких-то учений святых людей, в Писании, да, но по преимуществу восточное богословие это апофатика, то есть мы воздерживаемся от того, чтобы что-то утверждать такое вот положительное о Боге в его существе, тем более вот в вопросе, касающемся триодологии, как там Дух Святой исходит. И говорит, давайте наше такое вот почтительное незнание и будет такой странной почвой для нашего единства. Ты не знаешь Бога, и я Бога не знаю, давай дружить, да. Ну и вот как бы поговорили, поговорили, но поскольку действительно событие было достаточно яркое, то тексты и вообще вот эти вот пересказы этой дискуссии дошли и до монаха Григория Паламы, и для него это было каким-то вызовом. Слушай, ну, мы тут молимся, да, мы ищем богопознание, и более того, дерзаем говорить о том, что богопознание – это и является богатством нашей церкви, причастие к жизни Божией – это и является радостью нашей. А здесь, там, при лицом императора, в присутствии первых лиц империи, кто-то дерзновенно говорит о том, что, в общем-то, бога правильно не знать, и в этом незнании мы якобы де можем объединиться с латининами. И Григорий Паламан вначале через доверенных лиц вот сообщает Варлааму, что, слушай, ты бы как-то так аккуратнее, не знаешь, не лезь, да, вот. И, ну, понятно, что Варлаам, какой там Григорий, кто там такой? И это все туда, куда-то, лесом иди. У меня вот задачи высокие стоят, я карьеру делаю. Да, значит, потом я сказал, да, то, что, значит, это был один его заход в имперский такой вот берега. Второе это было, вот он нашел у этих самых монахов эту вот странную технику молитвы, которая тоже раздраконила его. И святитель Григорий, вот, значит, понимая то, что там паровоз разогнался уже и так вот уверенно катится по каким-то своим богословско-философским рельсам, он отвечать начинает. Он начинает отвечать на эти Варлаамовые суждения. И появляются так называемые триады в защиту священно-безмолвствующих. Это вот такое вот считается первой такой вот фундаментальной вещи, которую святитель Григорий Палама в полемике с Варлаамом, вот, заявил и высказал. Вот. Вначале там Варлам не упоминается, просто что есть некие там люди, которые вот так вот дерзают говорить. То есть святитель Григорий, он осторожен, аккуратен, он дает возможность как-то, ну, исправиться, задуматься, да. Но при этом там нету никакого, знаете, лебезения такого вот. Есть позиция, не моя, есть позиция святогорская, да. Святогорцы тоже, это не клика каких-то странных энтузиастов. Это и есть цвет церкви, да, монахи. Вот таково учение церкви. Ну, и, значит, Варлам это все слышит, воспринимает, но дело не двигается к примирению. Более того, возбужденный Варлам, он дерзает, ну, видя то, что и там этот монах, он не успокоился перед моим ученым авторитетом, а пишет там что-то, он дерзает вообще приструнить его через церковные власти. В 1341 году собирается Синод, который должен был явить суд между Варламом и Григорием Паламой. Причем Варлам был обвиняющей стороной. На ковер его. Что-то он себе представляет. Да, были вызваны. И, в общем-то, вот я вам приведу пример того, как сам Варлам, что он говорит о своем мнении, то есть чтобы я не просто как-то голословно так вот говорил, там, по подушнике и все прочее, как он сам говорит об этом свете, который, вот монахи говорят, мы созерцаем на высотах своего восхождения к Богу. Да. А, значит, если святитель Григорий Палама написал работу, да, «Отряды защиты священобезмолвствующих», ну, или «Исихастов», да, у Варлама, он пишет работу против мисселиан. А мисселиани – это, в общем-то, такие товарищи, которые, ну, если попросту говорить, энтузиасты, да, то есть для которых, в общем-то, молитва и вся духовная жизнь заключалась в возгревании себя в такое состояние возбужденное, которое, собственно, ими и приравнивалось к божественной благодати, да, и вот полагали они то, что, собственно говоря, вот чем более ты так вот возгреваешься в таком вот энтузиастическом состоянии, тем ближе ты становишься к Богу, и предел, собственно говоря, твоего восхождения – это твое, в общем-то, отождествление с Богом, то есть ты становишься богоподобным, да, то есть природа божественная, и твоя природа – суть одно. Это мисселиане. И в этом смысле церковная иерархия, таинство – это все такая какая-то скукотень для простаков, которых надо просто вот так вот тихонько отставить в сторону. Ко времени святителя Григория Паломы никаких мисселиан, в общем-то, уже так вот ярко не было. Но это был ярлык, да, которым вот просто… Знаете, как сейчас говорят, что гляньте, вот что без платка сидите? Да вы либералка, я смотрю, да, и все, либерал там. А вы вот что там сидите там, да, впереди мужчин? Да вы экуминисты, да, и поди ты разбери, как, что связано. А вот бабах наклеил там, да, и вот иди отмывайся. И вот тут вот тоже, мисселиани, иди отмывайся, да, и вот вызвать его сюда на ковер. Ну и вот то, что я хотел вам сейчас, значит, зачитать, как сам Палама, что, ой, господи, прости, как Варлам, вот его, вот почувствуйте вкус, да, то, что это интеллектуал. Слушайте, я знаю, как устроен мир, да, я вам сейчас все объясню, да, и, как я вам объясню, да не надо лезть в какие-то там, в какую-то мистику, да, все просто, проще. И вот он пишет, значит, отрывок из этого сочинения против мисселиани. Этот отрывок, он был зачитан на соборе, как мнение Варлама. Свет, воссиявший на фаворе, не был недоступный, не был истинный свет божества. Он не только непревосходнее ангелов, этот свет, но ниже и самого мышления нашего. Все мысли и умствование наше лучше этого света, который через воздух доходит до наших глаз, подчиняется силе, чувствительности нашей, и зрящим показывает только чувственные предметы, потому что и сам он вещественен, является в пространстве и времени, окрашивает воздух, и то ощущается и является, то разрешается и ни во что обращается, будучи призраком, дробью и летучкой. Да и видели его люди, еще не воспринявшие священных энергий, еще не очищенные, несовершенные, и при самом видении, какое было на фаворе, еще не сподобившиеся понимания боговидений. Ну это про кого? Про апостолов, да. Ну правда, что рыбаки там, ну то ли дело, они вообще знали-то хоть греческие, эти еврейские рыбаки. Итак, те, которые говорят, что онный, то есть фаворский свет превосходит ум и есть истинная существенность и тому подобное, заблуждаются, и не зная ничего лучшего, кроме видимых красот, вводят в церковь вредные догматы, как нечестивцы. То есть смотрите, что тут важно. Он говорит, что этот фаворский свет, это просто какие-то вещественные мерцания, которые тут нам показались, как какие-то блики, потом исчезли, растворились, и ничего такого нету. Потом он говорит, что это все не имеет никакого отношения к богопознанию, потому что вообще-то это просто про какие-то красоты, они хороши, конечно, но это вообще не про Бога. И наш ум и наши мысли, тоже акцент, да, мой ум и мои мысли, которые я вам сейчас рассказываю, гораздо выше, чем все эти какие-то там штучки монашеские. Ну, послушали отцы собора, этого умного парня, послушали, да говорят, а что скажешь нам ты, монах? Ну и надо сказать, что будущий святитель был как-то гораздо более убедителен. И так уж вышло, что этот Варлаам из обвиняющей стороны оказался стороной обвиняемой и быстренько из обвиняемой стороны он стал виновным. То есть собор 1341 года он принимает в сторону Григория Паламы и осуждает Варлаама. Осуждает, но не анафематствует. Но не анафематствует. Варлаам, огорченный таким поворотом событий, вот, ну, не потерялся по жизни. Сей полемист с латининами перебирается в Италию. Чудненько как-то там устраивается, став впоследствии латинским епископом. Да. И, что интересно, так вот, ну, с точки зрения культуры, он даже преподает Петрарке, Франческу Петрарке, греческий язык. Да. Ну, то есть его жизнь, в общем-то, как-то там сложилась. Ну, и пусть его. Для нас важно то, что одним из моментов этого соборного определения было, помимо, значит, осуждения Варлама, его точки зрения, было и то, что никто, не дерзайте вообще на эти темы тварности и нетварности фаворского света вообще рассуждать. Не лезьте туда. Да. Не пишите, не лезьте. Не устные и письменные обсуждения спорных вопросов были запрещены. Вот. Я сейчас еще коснусь нескольких полемических вещей святителя Григория Паломы, и потом мы, наверное, обратимся, собственно, к богословию святителя Григория. Значит, в то время у святителя Григория нашелся один такой вот ученик, весьма образованный, тоже такой вот из этой всей элиты интеллектуально-политической. Некто Григорий Акиндин, который, вот, послушав его, вот, как-то проникнувшись почтением, прибыл на гору Афон и решил там тоже стать монахом и руководством духовной жизни вот, поучениями святителя Григория Паломы, Григория Паломы на ту пору. Вот. Но, несмотря на заступничество Григория Паломы, этого Акиндина как-то не принимали в число братьев. Более того, как в одном из текстов, приводимых в православной энциклопедии, говорится о том, то, что сей муж, он, пытаясь как-то приобрести навыки молитвы, сподобился странных видений, тоже некоего света, в котором начали являться лица, лицом явилось. То есть, это было нечто какое-то прелестное, да, что, в общем-то, свидетельствовало о поврежденности ума, ну, и это я уже добавляю там свои слова, да, это не текстуальные. Когда такое происходит, то человеку подлежит сугубо смиряться, да, прежде чем твой ум через такое вот смирение и очищение на послушание где-то не будет готов как-то воспринимать простые вещи, восходя к более таким вот совершенным. Но Григорий Акендин оказался не из простых. Вот. Он, поначалу, пытаясь где-то примерять Григорий Паламу с Варлаамом, он, поначалу, стремясь вот как-то тоже так вот все способствовать, значит, диалогу Паламы и двора императорского, действия мирно, он после осуждения Варлаама начинает выступать против Паламы. И его беспокоит то, что святитель Григорий Палама говорит о том, что в Боге можно различать высшее божество и низшее божество. А это различие, надо сказать, укоренено в традиции отцов, укоренено в текстах ориопагитиках так называемых, приписываемых Денисию ориопагиту. Мы коснемся чуть позже, о чем это, какое вообще действительно высшее божество и низшее божество, то есть про что тут вообще речь идет, как-то возмутительно, но если мы дальше будем мыслить, то мы поймем, о чем идет речь. Здесь же пока для нас важно то, что Акиндин он оказался так вот как-то возмущен этим и начал а значит он возмутился и а Григорий Палама после осуждения уже Варлама он все-таки продолжал писать написал достаточно много текстов богословских полемических и это была одна сторона, а другая сторона то, что там изменились политические обстоятельства и Григорий Палама встал на сторону тех лиц Иоанна Контакузина доместика великого то есть начальника сухопутных войск империи который после смерти императора Андроника III он должен был как-то что-то там курировать ну и был потенциальным таким вот императором так вот его во время его отсутствия отбросили и значит патриарх Иоанн Калека и там один из еще таких государственных деятелей они захватили власть и начали какие-то свои вещи утверждать а среди Григория Палама он стал на защиту значит вытестенного Иоанна Контакузина вот и поскольку авторитет Григория Паламы после того собора 341 года был весьма высок то надо было что-то с этим делать и тут вот Акиндин умненький и знающий в чем дело да он против Паламы и Палама дает повод он печатает ну не печатает а он как-то вот публикует условно говоря некие тексты в нарушение запрета собора 341 года фас взять его и Акиндин начинает бурную какую-то деятельность ну вот где вот он всячески старается значит показать неправоту Паламы происходят такие самые разные вещи то есть там опять собираются собору Титри Григория Паламу осуждают вот он даже должен в какое-то время быть вот как сказать в заперти монастыря вот он и это вот проживает претерпевает вот в общем идет некая полемика вот но Иоанн Контакузин возвращается он утверждается и значит Иоанн Калек патриарх осужден и в общем-то все становится на свои места вот проходят еще некие соборы где осуждают уже и Варлама и Акинзина вот ну и значит дело двигается к тому что на сцену выходит следующий наверное самый такой вот титулованный оппонент Титри Григория Паламы это Никифор Григора вот который еще в 1346 году выступал против Паламы но это было как-то тихонько вот а уже к 1351 году там собирается новый собор на котором опять-таки Палама обвиняемый и его значит единомысленники вот и тоже там проходят некие такие дебаты вот и я просто-напросто зачитаю шесть моментов это выжимки из тех анафематизмов которыми завершился собор ну вы знаете как соборные деяния они организованы да то есть там не просто вот мы веруем в то-то в то-то в то-то а всякий собор православный собирается тогда и выказывает некие догматические вероучительные вещи когда есть опасность в неправомыслии которую это неправомыслие может увести нас от правильного богопознания то есть суть соборных утверждений не столько в том чтобы своими умными речами показать что неправильно показать что правильно да сколько оградить от неправильного а уже правильное да ну там оно тоже выказывается как бы прицепом да но само это правильное суть достояния опыта церкви в котором мы и так живем да то есть мы живем правдой да живем молимся причащаемся в таинствах участвуем там исповедуемся вот наша правда вот она это жизнь наша правда да а когда что-то начинает лихорадить да так вот вмешиваться мы говорим не церковное чужое живите как хотите пожалуйста там да то есть это ваше право но это то что мешает церковному опыту это то что отвлекает от влекущего нас бога ну и вот я как раз таки сейчас расскажу не про то как там что как она афематствовали да а что собственно выжимки ну как бы такие положительные итак первое это собор 1351 года уже собор который был в связи с этим Никифором Григором в боге существует различие между сущностью и энергией энергия это второе энергия нетварна это различие сущности и энергии не привносит сложности в боге поскольку речь идет не о двух сущностных реальностях но сущность как и энергия принадлежат единому богу пока просто послушайте потом мы попытаемся понять что это такое и зачем нам это все надо где мы тут остановились четвертое святые отцы использовали термин бог и божество для обозначения энергии то есть энергии это тоже про бога это тоже божественное святые отцы также говорили о сущности что она превосходит энергию и тут смотрите то что мы уже поминали высшее и низшее божество но божество и шестое святые отцы ясно учили о непричаствуемости божественной сущности но в то же время говорили о реальном участии божественной жизни или энергии бога так вот вам шоколадка пускай она пока полежит сейчас будем разворачивать и потихонечку кушать но пока вот мы скажем то что это был собор на котором вот как мы поняли да святитель Григорий палома одержал ну и учение вот одержало победу над Никифорой Григорой вот после этого собора Григора продолжал писать и сель Григорий палома тоже продолжал писать и после этого собора и после этой полемики было им написано замечательно это произведение 150 глав как там и так по-длинному называются 150 глав посвященных вопросам естественно-научным богословским нравственным и относящимся к духовному деланию а также предназначенных к очищению от варламидской пагубы вот слава богу это произведение переведено его можно почитать это действительно такое одно из таких вот важнейших произведений такой компендиум да где вот собрано многое говоримое им по ходу в разных полемических контекстах а тут как-то систематически изложенное ну вот значит было и это ну и для нас важно то что в конце концов Сергей Григорий Полома становится архиепископом города Фессалоники вот это когда уже значит и патриарх и император это его ученики его вот такие последователи вот вот он участвует в богослужениях постоянно он произносит проповеди вот как говорится в житии его молитвой происходит исцеление то есть это ярчайшая фигура вот церковной жизни да там еще происходят разные какие-то перипетии его там турки как-то было взяли в плен когда он перемещался вот по морям но если мне не изменяет память то сербы выкупили сербы которые между прочим в то время тоже это были очень непростые отношения с Византией но не суть важна это про то то что удивительно певец исихии то есть безмолвия он ярчайший такой вот церковно-политический деятель между прочим вот один из советских исследователей Прохоров или Медведев или Прохоров я не помню он писал с некой иронией ну как это было принято в те времена что вот она да ваша там исихия ага вот он понимаешь только что там не рубил шашкой головы своим противникам надо сказать что действительно полемист и вот как сказать остро слов святитель Григорий просто превосходный бритва да то есть вот так вот если по тебе пройдутся то кажется так особо потом ну его подальше да подпадешь под такое но правда там и с другой стороны тоже люди хватались за значит остренько за язык ну вот значит теперь давайте мы коснемся собственно говоря сути да того о чем это мы в чем богословие святителя Григория Паламы и при чем тут фаворский свет так ну с чего мы начнем давайте мы начнем с вами с одной из самых обсуждаемых в тот период новозаветных цитат и мне интересно как вы их растолкуете а потом посмотрим как оно там что дальше это знаменитая значит стих из второго послания апостола Петра где вот я прочитаю не только четвертый цитируемый обсуждаемый стих но и третий значит апостол пишет как как от божественной силы его то есть бога даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью которыми дарованы нам великие драгоценные обетования дабы через них соделались причастниками а дабы вы через них соделались причастниками божеского естества удалившись от господствующего в мире растления похотью услышали да ну и вот это вот три слова причастники божеского естества ну слушайте вот оно вот собственно говоря и к чему мы призваны да но вот да давайте сначала вот такое вам слово да как вы себе это представляете как это можно понимать что люди мы тварные существа ограниченные со своими какими-то немощами с грехами ну то есть как это что мы становимся причастниками божественного естества возможно такое просвещенная публика выпускники школы катехизаторов да все я вот сейчас не привел но что говорится также о том что бога не видел никто и никогда да так как это и никто никогда не видел да так да верно да то есть мы говорим о том то что если продолжить цитату которая так хитренько урезал да бога не видел никто и никогда сын сущий в недрах отчих он явил да ну он явил ну видим мы да вот христа ну кто-то видит вот помните как там да плотник сын плотника как ты это все делаешь эти чудеса ты же как бы вот плотник мы же знаем тебя малым тут среди нас бегал и братьев твоих всех знаем ну то есть видят каждый разное да да и получается странная вещь да то что вот смотрят на дно видят разное а что происходит когда вот видят нечто большее чем плотник мы знаем то что это произошло с апостолом Петром да когда Господь спрашивает послушайте за кого меня почитают вот люди ну за того за того за того а вы за кого меня почитаете за кого они почитают как апостол Петр отвечает как да ты сын Божий да а как Господь отвечает на это блажен ты да сын что не плоти кровь тебе это открыли ну отец мой небесный да ну и получается что все как-то так вот ну вроде бы доступно все да все в общем-то должно быть нам доступно но тут возникает такая какая-то вот коллизия собственно говоря о которой вот и была вот в общем-то речь во всех этих дебатах давайте подумаем что с богословской точки зрения происходит если мы люди становимся причастными божественного естества как об этом пишет апостол Петр мы тварные если мы становимся причастными божественного естества то мы тоже становимся божественными ну так там естество божественное мы причастны мы тоже божественные верно тогда что мы имеем мы имеем что Бог Он Отец Сын Дух Святой и еще Лариса Ирина Галина и прочие ставшие тоже вместе божественным естеством так ну как бы получается что умножается божество нет ну а так именно так и получается ну только как бы вот да если ну естество вот смотрите у нас человеческое естество да человеческое естество вот рождается там какого-нибудь там Павлушка там да вот тоже человек ну и нормально вот он становится причастником человеческого естества да то есть вот новое такое вот лицо все понятно если мы рождаемся в жизнь вечную а именно это как бы наша цель и рождаясь в жизнь вечную мы становимся причастными божественное естество добро пожаловать новые боги более того мы можем вспомнить да боги есть те да ну так как-то тут что-то получается какая-то странная история странно с чем да то что если мы это как бы один край да вот такого обсуждения то есть когда вот святитель Григорий Палама еще в пору той полемики с Верлам говорит что вот как бы наша цель та что сказано апостолом Петром мы монахи сподобляясь света видение света мы не просто его видим да мы через это видение мы сами приобщаемся к свету и приобщаясь к свету мы приобщаемся божественному естеству ну говорят да резонно то что ну вот расти так что-то божество умножилось у нас теперь много богов нет бог он бог отец сын дух святой и никакая там ни Катя ни Паша ни Саша туда вход не имею так а как тогда тогда получается если мы сподобились вот этого вот быть причастниками божеского естества а можно вспомнить апостола Павла еще соединяющийся с Господом есть один дух с Господом это первое Коринфянам да то есть мы получается имеем один дух с Господом да получается так что тогда бог стал причастным нашего естества и он стал тварью творением что-то тоже не то какое-то и вот какая-то дилемма такая так а как тогда быть и вот понимаете ну с точки зрения логики надо как раз таки сказать так и сказал Варлам что послушайте вот ну мы сотворены такова наша природа у нас есть наши природные дарования видеть думать слышать на здоровье упражняйтесь в этом и вот в этом месте который я цитировал там это не говорится но в другом месте он говорит то что чтобы познавать Бога нам нужно очень хорошо напрягать свой ум свои способности человеческие и размышлять об этом тварном бытии чем больше почему о тварном бытии позже у апостола Павла там сказано то что как сказано то что через видение через созерцание тварного там мы познаем вот Божье это в послании к римлянам там ну то есть вот аналогия мы видим как прекрасен этот мир и по аналогии мы говорим сколь сверх прекрасен Бог нормально чем больше ты увидишь красоты этого мира и следуешь тонкости его тем больше ты будешь знать о славе Божией но не надо никуда дальше лезть вот вполне силогичная позиция да вот Бог там а мы тут любим уважаем и не беспокоим но тут монахи понимаешь говорят что нет у нас все по-другому и понимаете что и мы наверное тоже бы сказали что знаете как ну что-то как-то скучновато что-то у вас тут получается да потому что если это развивать дальше ну то мы можем много вопросов задать да так а ну вся эта церковь там да ну зачем она вообще нужна да я вот я на концерт схожу красота она там придешь особенно куда-нибудь там на периферии там да в храм там и петь особо не умеют и красоты той там как-то так это сгульки нос да и башки на проповеди гундит там собе что там такое да ни ума ни красоты зачем мне такое надо не надо и вот смотрите да в чем дело в чем напряжение вообще напряжение этой мысли да почему сети Григорий Павлович все-таки отстаивает то что мы вот созерцая свет мы через молитвенное через церковное житие приобщаемся непосредственно к божественной жизни и вот тут нам нужно сказать несколько таких вот терминологических вещей почему так важно говорить о том то что видимый свет и приобщаемый этот вот через вот познание этого света так вот почему этот свет называется нетварным да почему для нас вообще так важно чтобы наше вот спасение оно заключалось в приобщении к нетварности да потому что вот надо вспомнить о полемике которое было еще давным-давно еще в четвертом веке когда появилась ересь Ариан Ариане которые говорили о том то что само сам сын божий воплотившийся Иисус Христос является высшим творением да то есть он он прекрасное высшее творение вот но не творец он вот с помощью его был создан мир и все прочее что написано в Евангелии но он не творение и ему возражали многие в том числе вот первый же из них Афанасий Великий почему потому что говорит что понимаете если моим спасителем является кто-то из сферы тварного тогда мое спасение будет просто-напросто неким тварным же состоянием души возвышенным интересным типа как я концерт послушал да но здесь не будет никакого выхода за пределы тварного ну и что что не будет да то что все тварное подвержено определенным закономерностям оно рождается возрастает потом гибнет это означает то что собственно мне то и надо не просто какие-то вспышки моих тварных каких-то таких вот состояний спасение заключается в выходе за пределы вот такого временного цикла в выходе за пределы этого тления в приобщении к тому что нетленно к тому что нетварно и спаситель он спаситель не потому что много красивых слов сказал там да и как-то вот так вот возбудил добрые чувства а именно потому что в нем мы приобщаемся к этому нетлению и святитель афанасий александрийский он говорит вот говорит нетление это это и есть то что мы имеем это и есть то самое драгоценное что является даром христа царствие божие внутри вас это про то что мы наследники этого мира который не подвержен этим изменением вот наше спасение да но тут встает вопрос действительно что слушайте и мы хотим такого да но тут какие-то начинаются противоречия что как же как как это может быть да и вот здесь вот вопрос да как это может быть проблема в том то что если мы становимся причастными этой нетварности то тогда либо многобожие происходит как мы это описали там да вот либо происходит какой-то пантеизм да то что вот сам бог он оказывается вот во всем здесь и то и то неправда какая-то и как раз таки тогда и начинается речь вот об этих самых энергиях божьих да что такое эти энергии и вот тут я хочу зачитать просто то что значит сам святитель григорий палома пишет в этих 150 главах да что можно и нужно различать в боге для того чтобы правильно понимать смысл и задачу нашего спасения это вот из этих 150 глав глава 75 он пишет в боге это перевод недавно почившего вот нашего патролога Сидорова Алексея Ивановича вот он пишет так святитель григорий палома в боге можно различать три сущие вещи сущность энергию и троицу божественных ипостасей как было показано выше удостоившиеся соединиться с богом есть как бы один дух с ним как и сказал великий Павел соединяющийся с господом есть один дух с господом это вот послание 1 коринфянам 6 глава 17 стих поскольку же достойные соединяются с ним не по сущности и так как все богословы говорят что по сущности бог непричастен а также поскольку ипостасное единение произошло только у богочеловека слово то остается заключить что удостоившиеся соединиться с богом соединяются с ним по энергии и дух в котором соединяющийся есть один с богом представляет собой нетварную энергию святаго духа и называется ею но не является сущностью божией даже если это и не нравится варламу и окиндину поэтому бог через пророка и предрек не дух мой но излию от духа моего на верующих точка и конец этой самой 75 главы смотрите да что получается получается так что мы вот вот почему вообще нужно говорить про сущность про ипостаси да и про энергии это все не просто какие-то констатации это то что действительно нужно нам для того чтобы вот наша жизнь в боге она была не замутняема какими-то неправильными мыслями значит мы говорим о том что бог он сущностен ну про что это это простая констатация сущность это то что является сущностью то что делает нечто настоящим стоящим за видимыми какими-то явлениями то есть вот вы сейчас сидите так потом сидите так потом вы повзрослели а раньше вы были помоложе вот различные проявления но вот я как знал так вот вас и знаю что вы человек в конце концов так вы или так то есть за этими разными явлениями мы знаем то что мы опознаем некую сущность контакт бог он есть сущность однако мы говорим о том то что бог как сущность он существует в трех ипостасях это что такое за ипостаси ипостаси в древнем греческом философском лексиконе было в общем-то синонимом слову сущность но у святых отцов особенно у отцов каппадокийцев это выделил было выделено в нечто иное попросту можно сказать то что ипостась это конкретность бытия некой сущности ну потому что вот вы есть человеки ну прекрасно но я разговариваю не с человечеством я разговариваю с конкретным человеком да но вместе с тем вы не просто некая случайная такая вот конкретизация не весь чего как это было вы помните с этим вот Варлам когда говорил про этот вот фаворский свет это всего лишь мерцание а привиделось там да блик некий да вот блики они не ипостасны они не имеют конкретно они не имеют в своем вот там вот мимолетном существовании сущности за ними стоящие они не настоящие не стоящие следовательно нашего внимания и так ипостась это конкретность бытия сущности контакт в боге три ипостаси как это странно и непонятно и действительно это некая таинственная вещь но мы так утверждаем что это именно так почему потому что говоря о боге что бог есть любовь таково откровение да мы понимаем то что сама эта любовь это не есть некая абстракция ну взяли назвали любовь там и все туда а это то как бог есть сам себе в отношениях отца сына и духа святого отец это есть тот кто в общем-то в рождении предвечном сына эту сущность ему дает как рожденному им да ты единородный и единосущный как мы это символе вере воспеваем сын мой да и вот вот ты есть тот в ком моя любовь пребывает то есть ты рожден любовью но эта любовь она не просто между нами да она то есть само рождение можно было бы так описать как вот знаете вот есть начало как некая первопричина и есть некое следствие там да этой причины однако в боге нету никаких причинно-следственных отношений в том числе потому что причина и следствие предполагают время да начало потом происходит причинение и появляется через какое-то время следствие нету времени и нету вот этой самой причинно-следственной связи хотя мы говорим что причиной существования сына является отец и тогда мы говорим о том то что вот это самое отцовство отца а не просто его причинность такая да она как бы удостоверяется духом святым который возвещает то что рожденный есть любимый сын а дух святой есть тот кто изведен он исходит от отца как тот кто как бы возвещает любовь отца к сыну да да и кем этот самый отец кем этот самый сын возвращает свою любовь отцу то есть получается то что сущность это вот самое настоящее в боге оно не есть нечто как бы стоящее за ипостасями отца сына и святого духа да а это есть то что эта сущность то что живет в их предвечном даровании себя друг другу отец дарует свою сущность сыну и через изведение духу да дух изойдя от отца почивает на сыне сын любящий отца эту любовь духом возвещает отцу дух и сын они пребывают как это у обратите у кого-то там из древних как правая и левая рука вот божества бога да для нас что важно то что бог есть живая любовь да и это живость это не просто некое описание да а это то что вот возвещается отцом сыном и духом святым во их приснобытии то есть они есть любовь не потому что они вот полюбили манечку да вот ой милая моя да они без всякой манечки и без всякого творения они есть любовь в себе да вот и они есть любовь в себе ну потому что они есть любовь в себе а это пока что нам неизвестно да то есть нам это становится известным то есть пока нам это неизвестно мы говорим то что вот есть там вот там где-то там есть бог откуда нам это известно а нам это известно потому что мы будучи сотворены да ну тут можно говорить о том откуда это было известно адаму но тут некие возможности спекуляции да ну просто потому что адам общался с богом и он вот знал это но мы не адам мы падшие грешные люди и к нам падшим грешным пришел некто кто творит какие-то совершенно удивительные дела и творит их невзирая на какой-то страх невзирая на какие-то угрозы и он вообще не претендует ни на какой статус а когда вы спрашиваете слушай как это как как это так получается ты же вот как мы говорим ты же плотник ты же сын плотника и твоих братьев мы знаем а Иисус ни разу не говорит я же бог что они не знали нет он говорит вы говорит на дела смотрите и вспоминайте о пророчествах что пророки говорили что придет тот который будет исцелять который будет там хромые будут ходить незрячие будут видеть как пришли ученики Иоанна предтечи приходят и говорят скажи ты ли тот самый Господь Господь не говорит Иисус да я есть тот самый нет он говорит посмотрите вокруг смотрите как он хранит нашу свободу да и действительно и мы след за апостолом Петром которым тоже этот вопрос да а ты за кого меня считаешь да а правда ну а за кого а кто ты да и это не вмещается вообще никак в наш опыт да ну потому что такое невозможно как там и говорят ну ладно там он то сделал то сделал ну как можно от рождения слепому как его можно вернуть к зрению то есть такого же не бывает не бывает ну так вот он у тебя как говорил Тертулиан в свое время да верую ибо абсурдно то есть такого же не бывает не бывает точно не бывает да да то есть ты тут как бы так вот вот все да то есть либо ты изменишься и ты скажешь Господи это ты помните как с Нафанайлом да он говорит ты что пошли мы кажется нашли того самого. Откуда он взялся? С Назарета. Да что-то может быть нормально. И Филипп говорит, да я тебе не буду что-то доказывать. Пошли, посмотри. И он приходит, и Господь ему говорит, вот истинный израильтянин. Почему? Да он не бежит, потому что, ой, мессия, ой, точно, побежали, посмотрим, пообщаемся о мессии. Он нет. Он четко и ясно говорит, все это ерунда полная. Я-то знаю Писание. Из Назарета ничего толкового быть не может. Филипп говорит, слушай, я не знаю, что там ты читал, не читал, иди посмотри, а. Нафанал приходит, и Иисус ему говорит, что я тебя знаю, еще до того, как ты там, то-то, то-то. И Нафанал в раз так вот, хопс, говорит, Господь мой и Бог мой, да, в раз он познает. Что он познает? Он познает, что этот видимый им является кем-то гораздо большим, чем то, что я вижу. Что это означает? Он опознает его как того. Кого того? Как он может быть тем, если он этот? А вот это сын отца, образ ипостаси его, как об этом посланник евреям, да? Образ ипостаси его. Вот я знаю, я истинный иудей, да? Бог есть, есть Бог, да? Он там, да, вот все строгий, справедливый. И вдруг он тут, как тут? И он, причем, он делает то, что, ну, правда, не бывает такого, да? То есть, такое делает только Бог. То есть, тут Бог и там Бог. Да, так и есть. Что, он разделился, что ли? Не, не может такого быть. Ну, как это Бог разделился? Он же не с кубиков сложен. Он есть такой, как он есть. Он прост. Ну, вот есть он там и вот он есть тут. А откуда ты знаешь, что вот он тут, который тут, это тот самый тот? А что говорит Господь Петру? Блажен ты, потому что не плоть и кровь. Нет того, что ты вкусненько поел, ты вдруг распознал. О, класс! Нет, от этого ты ничего не узнаешь. Или почитаешь силогизмы какие-то, понапрягаешь себя. Ничего не узнаешь. Не узнаешь так. Блажен ты, потому что Отец мой Небесный тебе это открыл. Ну, и можно сказать, как открыл? Духом Святым. Да? Потому что, помните, тоже у Павла, когда он говорит, что Духом мы взываем Авва Отче. Да? То есть, мы не познавляем и знали бы Иисуса как Сына Отца, если бы на нас, на нас здесь, не почивал бы Дух, который предвечно почивает на Сыне. То есть, смотрите, когда он начинает почивать на нас, не сходит, не зашел Дух Святой, да? то мы усыновляемся, становимся сыновьями и дочерями Божьими. Как так? А также, как предвечно, по сущности своей, Сыном является Логос. Да? то есть, на Нем предвечно почивает Дух, и когда Он почивает, подается нам здесь, мы Духом опознаем этого Иисуса как Сына Отца, и через это познание мы сами усыновляемся. и теперь посмотрите, и тут приходит Варлам и говорит, слушайте, что вы тут так, щеки-то надули, да, усыновляемся. Нет, это просто блики какие-то, да, это что-то несущественное, да, то есть, мы можем тараканов изучать, металлы там, да, трактора строить, чем больше, тем качественнее, вот наша такая вот христианская жизнь. А то все это как бы вот мы на полочке хрустальной поставим и будем так вот с благочестием относиться. Что скажем мы тогда? Там сейчас больно, если заберешь у меня вот то, к чему мы призваны, к этому вот самому житью, бытию в Боге. Так? Будем защищать? Будем обязательно защищать. А как защищать? А тут дальше вопрос-то все равно остается. Слушай, все это хорошо, да? Ну, а как это? я могу созерцая, то есть, как это быть причастным этого самого духа? И тут вот и получается, да, что, смотрите, вот предвечно, мы сказали, есть ипостаси, да, есть сущность, но богословы говорят о так называемом перихоресисе энергии, то есть взаимообращении или взаимообщении энергии. Ну, по преимуществу этот термин перихоресис был изначально использован в христологии, когда говорилось об общении свойств божества и человечества в единой ипостаси Иисуса Христа. Но, в общем-то, в эпоху сей Григория Паламы говорится о том, то, что и ипостаси Отца, Сына и Духа Святого как единосущные, да, она, это, это самая сущность, она не абстрактна не только потому, что она конкретна в ипостасях, а и потому, что она действенна. Энергия переводится как действо, да, то есть, это не просто статуи, а это живое, да, ну вот как по аналогии с нами, то, что вот я опять говорю, то, что здравствуйте, человек, да, вы кто? Я? Галина, нет, Галина, там вы Лариса, по-моему. Вы Ирина или Лариса? Ирина. Да, здравствуйте, я Ирина, да, это что сейчас произошло? Это человеческая природа, явленная в ипостаси Ирины, энергии голоса своего что-то мне сообщила. Иначе, если бы просто было пум, да, как бы, и то, понимаете, само это пум какой-то, то есть оно, моё присутствование, да, оно уже является некой энергией, неким таким вот действованием, да. Так вот, смотрите, в Боге, говорит Сидент Григорий Палома, можно различать три сущие вещи. Сущность, энергию сущности, да, и троицу божественных ипостасей. Причем, заметьте, как интересно, да, поскольку энергия является энергией сущности, поскольку у трёх ипостасей сколько будет энергии? Чё, как так? Одна, если это энергия сущности, да, а правильнее бы сказать, то, что будет не одна энергия, а будет единая энергия, в смысле общая энергия, поскольку у них общая сущность, так? То есть, получается реально, да, посмотрите, как и получается, почему Господь говорит, я и отец одно, да, потому что он с отцом одно, да, так и есть, да, потому что сущность одна, но они осуществляют эту сущность, отец как отец, сын как сын, Дух Святой как Дух Святой. Вот, слушайте, когда мы перед причастием, читайте, молитву к причастию, этот канон к причастию, читайте, сколько в каноне песней? Точно. Девятая песня канона, Богородичен, кто-нибудь вспомнит? В жизни вспомнит. Бога человека не возьмёт заметиться. А дальше? И его же речи. Не смею чиние ангельские взиратели. А дальше? Там, я тебя тоже не помню, но там как раз таки дальше, его же я вин, осуществовав, его же я вином сын, осуществовавшийся человечеством. Теперь смотрите, это я не просто меня посетил такое вот натхнение. Это про наше самое. То есть, как мы узнали, что он и строится, есть любовь? Потому что, смотрите, что он сделал, человечество, которое мы видим, плотника, сына Марии, Иосифа. Вот, это вообще, какая такая природа? Где конкретность этого человечества? Какую ипостаси? Потому что, смотрите, какая опасная вещь. Там сказать, то, что вот опять, извините, я с ним к вам постоянно обращаюсь, вот мы говорим, что вот вы конкретно, ну то вполне конкретно, вот я разговариваю, вы кто? Я Ира, дурастира, да, а тут что мы имеем? Если это по-честному, да, ну вот, Иисус Христос, он человек, ну да, если он конкретный, реально, значит, что у него? Есть человеческая природа? Есть, конечно, как без него, так, дальше, что у него есть? Ипостаси у него должна быть? Ну а как? Давайте размышляйте богословом. Познам быть Ипостаси или нет? Да, думаю, да. Ну должна быть, да, потому что иначе это будет как-то просто человечеству. Энергии должны быть? Должны. Он Бог? Бог. Ипостаси? Ну то есть, Божественная природа есть? Есть. Божественная сущность, это самое, Божественная, подожди, что там дальше? Природа есть, Ипостаси есть? Да. Сын. Энергии есть? Есть. Как это соединяется? Почему тогда так не два их? Это были вопросы христологические, очень-очень-таки сложные, приведшие то же там, хуйное разделение. Для нас важно то, что человеческая природа, она стала быть реальной, конкретной вот в этом земном мире, стала конкретной ипостаси ипостаси сына, то есть, предвечной ипостаси второй, ипостаси, да, тронца. То есть, сын осуществил свою божественную природу через человеческую природу. распакуйте этот шоколад. То есть, смотрите, когда вот как тут сказать-то? Да вот как сказали, так и сказать, да. То есть, смотрите, что получается, что действительно Бог являет себя нам способом, который мы проживаем, да. Мы, человеки, кушать хотим, и я тоже буду вместе с вами кушать хотеть, Мы утомляемся, да, и спать нам охота. И я тоже. Помните, когда вот на море Теверятском буря какая-то, да, апостолы, все со всем. Это вот, а Господь спит. Это же не просто вот он так вот, это же в бурю спать, это как устать надо было утомиться, да, как утомление. Больно бывает нам, когда ударимся, больно, и ему больно, когда он распятный слисти, и ему не хочется умирать, да, то есть, вот он все это проживает, как и мы, да, то есть, вот оно, наши человеческие природа с присущей ей энергиями, да, то есть, проявлениями, действиями. Но вот смотрите, что у нас бывает. Мы, в силу нашей греховности, получается у нас так, то, что мы, когда я хочу кушать, то я вам сейчас скажу, что, что-то хочешь сказать только что, смотри, смотри, хопс, истощил. Причем, ну, что делать, я есть хочу, очень хочется, хочется, то есть, я оправдываю, вот своей, какой-то вот, вот, свистопляску своих энергий, голод, это моя энергия, да, я взял ее и направляю ее не здраво, да, а так, как это мне хочется, греховным образом, да, я ее вот взял и что-то там украл, да, спрашивается, слушайте, а почему тут греховное, что тут, да, ну, просто потому, что потом, когда Лариса это увидит, то как даст мне там, у нас начнется, вот, абы что какое-то, собственно, что мы в мире и видим, да, то есть энергии наши направлены недолжным образом и из-за этого у нас бывают скорби, а Господь испытывает те же самые, значит, воздействия на себя со стороны этого тварного падшего мира, Он отвечает, Он с конкретностью своей, вот этой самой жизни эти энергии делает, осуществляет таким образом, да, это вот человеческое, чтобы оно было в соответствии с тем, как божественная природа осуществляется в Сыне, да, то есть как там свобода, так и здесь человеческая природа, энергии, да, но никакое извне грех, там, необходимость какая-то, не оно управляет, а управляет кто? А как тут сказать, кто управляет? А тут сложно сказать, да, потому что, понимаете как, здесь ведь тоже надо понимать, что, подожди, как это не управляет? Управляет, дело в том, только нам надо так очень четко тут понять, слушайте, мы ушли к вот этой стороночке, да, ну, что делать? я предупреждал, нам надо с этим тоже разобраться, потому что, кто же управляет-то, да, потому что, смотрите как, Господь иногда позволяет, чтобы вот это вот воздействие со стороны человечества было радикальным, да, ну, то есть, понимаете, больно настолько, что аж смерть, ну, да, это же реально, это реально, еще как реально, да, действительно, но при этом, суть в том, то, что он, принимая все это добровольно, то есть, он позволяет всему этому человеческому такому вот природе с ее энергиями, как бы, осуществляться так, как он осуществляется, да, в конкретности его ипостаси, да, но при этом, позволяя, он сразу обессиливает своей добровольностью силу греха, почему, как грех живет, как грех живет, брат строитель, на стройке как, я скажу, ты что, придурок, не туда понес кирпиче, я тебе сейчас, да, что надо сказать, если ты нормальный мужик, да я тебе сейчас сам, та-та-та-та-та, да, вот, да, ты мужик, мужик, давай матерись, поругались, подрались, о, когда есть ответная греховная реакция, да, грех живет, то есть, либо напугался, все, страшно, все сделал, только не бей, это тоже некая энергия, да, то есть, грех живет, подпитываемый, какой-то ответной энергией, он паразитирует, на нас, Господь, как на суде, да, там фактически, такой же ор, да, ты что, не боишься, что ли, Пилат говорит, ты что, не знаешь, что я могу, от меня зависит, распять тебя, не распять, но тебе, Господь вообще молчит все время, я все, что хотел сказать, я сказал, все, что хотел сделать, я сделал, теперь ваша свобода, да, пожалуйста, о чем мы песням поем, о том, что смотрите, когда грех подступает к нему, и пытается покорить его себе, Господь, на это отвечает свободно, да, то есть, он не подчиняется, в страхе, да, а он, как сказать, вчиняет, и тем самым, чинит, хорошее русское слово, чинит, человеческую, эту самую природу, вливая в это самое, как бы, подчинение в свою свободу, и из бесчинства ставя все в чин, определенный, какой чин? Послушание. Слышите? Да. То есть, получается то, что вот тем, что это человечество, колеблемое, подвластное греху, оно вдруг сталкивается с иным способом существования во Христе, с каким именно? Свободным. Таким, каким осуществляется божественная природа предвечно, в ипостаси Сына. Он, этот способ осуществления, тропос, так это по-богословски говоря, внес, и, в наше, человеческое, осуществление своей природы. Как дела им? Свободно. Божественно, можно сказать. Да? Вот. А божественно когда? Да? И вот мы сейчас опять возвращаемся вот сюда, да? То есть, как это людям осуществлять свою собственную природу в моей собственной ипостаси таким образом, чтобы сподобиться спасению или этой самой свободе. Вот мы видим Иисуса Христа. Что это такое? Это видение. Да? Как это происходит, видение? Я вижу его, это моя энергия. Но я могу, как мы сказали, видеть по-разному, да? То плотника, то еще кого-то. Как видеть так, чтобы это было спасительно? Надо. Мы говорим верить. Ну, что такое эта вера? И вот здесь мы приходим к самым этим важным вещам. Да? К тому, то что, смотрите, вот такой момент. Если я хочу верить Христу, означает ли это то, что я сам растворюсь в нем, как в Боге? Вот я так хочу быть с тобой, что я как бы растворяюсь в тебе. Да или нет? Нет. Почему? Это уже бодезненно. Да, это такой тоже пантеизм. А почему? Потому что Богу, сотворившему нас, важны мы. Важен Петр со своими ошибками, Павел со своим поиском. Ему важны люди. Поэтому мы, приобщаясь к Богу, человеческую природу сохраняется у нас, да? И ипостась наша тоже сохраняется. Что с энергиями происходит? А энергия, если наша человеческая природа остается, они тоже человеческие остаются. Однако происходит некое удивительное соединение энергии божественной и энергии человеческой. Называется синергия. А более того, если мы еще прочитаем апостола Павла, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. То есть эта синергия такова, что Максим Исповедник и Григорий Павлович говорят об одной энергии Бога и святых. Что это такое таинство? Означает то, что я энергию свою потерял как человек? Нет. Но покой этой энергии без страстность или исихия или безмолвие так сподобившийся человека таково, что незамутненно в нем пребывает божественная энергия. И тогда мы живем сами обоженно. То есть это те высочайшие ступени, когда повторяю, ты остаешься человеком по природе, ты остаешься ипостасью той, которой ты являешься, но твои энергии, осуществляющие эту природу, они осуществляют эту природу божественным образом. То есть смотрите, энергия это не что-то привносимое в нас Богом, потому что энергия не имеет собственной ипостаси. Понятно то, что такое, о чем мы говорим? Не очень-то я думаю. Понятно, что такое? Непонятно. Потому что смотрите, вас как зовут? Людмила. Вот если Людмила, вы сейчас только что сказали, Людмила, сам голос ваш, можно сказать, что он существует самостоятельно? Без меня? Да. Здравствуйте, голос Людмила. Такого не бывает. То есть он ваш голос. Вы значит он не имеет собственной ипостаси. он ваш. К чему это? К тому, что и там получается то, что Бог сообщает нам, оно не обладает сущностью отдельной от Бога. Это тот образ, тот способ, которым Бог осуществляет свою природу. Но мы приобщаясь к тому, что подается Богом, мы начинаем осуществлять свою собственную природу тоже божественным образом. Так, нет? Не улетели мы никуда с вами. То есть понимаете как? и тогда получается, что реально мы не смешиваемся с божественной сущностью, не происходит не умножение божества, не происходит смешение Бога с нашей природой. Но обожение будет заключаться в том, что эти самые энергии, предвечно существующие в Боге, любовь, которую имеет между собой отец, Сын и Дух Святой, есть вот жизнь их в себе, оно подается нам. И мы, осуществляя это в своей жизни, вот, мы тоже сподобимся обожжению. Но они так постоянно подаются нам, то есть он постоянно на свои поддерживают. Да, а тут друг мы, вот вы сами задаете тем, надо различать, вот божди, каков, как где-то, тут я тоже закладывал, надо различать в Боге, знаете, что, вот такую природную причастность, да, и причастность, как он говорит, по произволению, да, потому что смотрите, что происходит с нашей с вами природой. Мы разумные существа, разумные, наша разумность означает то, что нам дано как задание из образа Божия, стать подобием Божьим, да, мы осуществляем свою природу свободно. У нас должно быть произволение, которое мы либо направим ко греху, либо к исполнению заповедей Божьих. Камни, они не имеют произволения, однако они есть в этом мире тоже, потому что они причастны к энергии Божьей. Так? И получается то, что мы по своему бытию подействуем, потому что наша природа причастна к энергии Божьей, но поскольку мы по своей природе разумны, то наша природа осуществляется не без нашего произволения. Слышите? И произволение это нуждается в синергии с Богом. Когда я взыскую Бога, я буду осуществлять себя при лицом Божьим. А я не хочу. А я хочу пивка. Можешь. Ты свободен. А я хочу еще чего-нибудь такого. Можешь. И раз такого да раз такого. Это твое произволение. Это то, как ты осуществляешь свою природу конкретной своей ипостаси. Такими или такими действиями. В притоке ты получаешь то, что ты имеешь. Один взыскуя Бога объединяется с Ним и получается вот эта самая синергия и обожжение. А другой губит свою душу. Но что удивительно и тот кто губит свою душу он ведь тоже все равно с погубленной душой он причастен божественной энергии. И в этом смысле смерть это суд. Почему? Потому что и там по смерти ты все равно остаешься причастным божественной энергии. Но когда все обнажено и ты понимаешь что то что ты есть есть благодаря Богу но благодарить Бога ты не привык не хочешь не умеешь сопротивляешься то тогда эта самая причастность Богу она будет полить и жечь тебя потому что ты всю жизнь бегал от этого от 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 этого а там куда ты денешься от этого и это беда ну вот что мы имеем братья сестры у нас еще целая огромная тема про католиков но что то я подозреваю что у нас католики есть а времени на них нет поэтому я не все выполнил запланировано да вот просто вот вот просто что нам надо сказать да что почему мы чтим Титры Григорий Палам потому что это богословие живого опыта богообщения да это обоснование того какова цель христианской жизни помните преподобный Серафим отвечает Матавилу а в чем христианской смысл жизни стержание духа святого а как это а вот так вот как пишет и говорит Палам вот и именно вот здесь вот в силе и в духе наше спасение да не просто знаете как бы а как спастись как иногда бывает спрашиваешь человека на исповеди а ты молишься ну да а как ты молишься ну я включаю телеканал спас и слушаю там да еще и правильно там молишься ты слушаешь телевизор так и говори вот что там по телевизору будет хороший плохой но ты это это не про молитву молиться другое это ну так вот сюда нырнуть опять это синергия не с телевизора а с Богом и вот в этом надо восходить и вот ну как бы так вот заверстывая завершая что мы имеем мы имеем то что вот в начале серии первой половины четырнадцатого века вот жил тетель Григорий Палама вслед за которым было множество вот авторов создавших целую традицию такого вот богословского мышления ну вот одним из таких величайших завершителей этой традиции был Марк Эфески завершителей в смысле в том конкретном историческом моменте да вот который отстаивал вот правду православия на флорентийском соборе вот раскрывались различные аспекты этого учения ну потому что действительно много вопросов со стороны логики и они оправданы со стороны логики на них нужно отвечая со стороны церковного опыта не погрешать против логики вот и это все вот стремились как-то сделать вот святые отцы вот но потом после того как Бизантия пала во во многом и память о святей Григории она потерпела какие-то странные такие вот трансформации и при этом трансформации было даже так что по-моему вот в настольной книге священнослужителя протея Сергия Николаевича Булгакова не того Булгакова который там софиологии да а есть такая настольная книга священнослужителя так в ней вот там тоже вот святей Григория Паламу там через ряд там с миссалианами и поминают что вот где-то вот вот так вот то есть вот в конце 19 века это еще было что-то такое не ведь что а потом во многом благодаря тому что вот на Афоне в начале 20 века возник так называемый имяславский спор вот и апологеты имяславия они обращались к наследию всей Григория Паламы и вот значит стало актуальным его богословие одним из авторов который глубочайше проработал все эти вот какие-то грани его богословие и вот жизнь его был отец Иоанн Мейндорф вот это тоже ну можно сказать наш соотечественник в смысле того то что он происходил из русскоязычной среды основатель или не основатель не помню но один из таких вот китов Нью-Йоркской православной семинарии вот издавший книгу жизнь и учение святого Григория Паламы введения в проблематику если я не ошибаюсь вот так вот ну эта книга доступна ее можно почитать она достаточно сложна но очень интересна сейчас много исследует святителя Григория Паламы это модно очень вот там или спорить или поддерживать быть таким вот в курсе паламинских каких-то вещей но несмотря на моду это действительно важно вот поэтому дай Бог чтобы вот мы знали святых отцов любили их читать вдохновлялись и житьем их и вот трудами их ну вот так ну и так далее и так далее вот аминь можно еще прочитать про это что попроще что попроще да ну что же попроще есть много переводных книг там да вот про вы знаете как сейчас я даже вот сейчас не скажу да потому что да можно почитать ну где а зачем вам попроще ну понимаете то есть тут попроще приходите к нам продолжить ну то что нужно мне кажется вот то что смог то сказал вот конечно же тут на самом деле ну тут очень много моментов и христология дальше и триодология учения Троицы потому что вот ну правда что там без этого понимания различия сущности и энергии не очень понятно как нам обосновывать вот то что Святой Дух исходит только от отца и не совсем понятно почему вернее понимаете именно различая энергию и сущности мы можем согласиться с католиками с этим учением Филиоквы мы тоже можем сказать что да исходит и от сына что исходит от сына энергии да ну потому что они вообще суть энергии единой природы да но их исхождение ну и их можно сказать так это их он пода эти энергии подаются духом да и от сына через сына да то есть ну вот можем да но это надо различать сущность и энергию ну вот так аминь вопросы может быть какие-то есть спрашивать помните заповеди блаженства блаженно чистое сердце якутии бога узрена вот те кто сподобился чистоты сердечной а кто из нас сподобился чистоты сердечной это знаете такое вот но есть это вот такая практическая вещь она на самом деле как раз таки очень полезна была чтобы мы про нее тоже сказали то есть то что мы говорили это очень дерзновенно это очень дерзновенно мы должны про это знать чтобы не опуститься до уровня действительно дивана и там телеканала благочестива в этом это наше богатство но восходить к нему нужно реалистично постепенно то есть вот заповеди имеешь помните как пришел один ученик человек и говорит слушай а как это мне мне тоже туда царствие божие заповеди имею чести отца и мать вот и выполняю да господи я же так все делаю посмотрел господь полюбил этого человечка и говорит ты это знаешь поди раздай все и следуй за мной слушай ну вот можно только не это вот и получается что ну вот очищение это оно бесконечно по той простой причине что Бог бесконечен да и когда такое начинается правильный ответ можно сказать так очень просто когда Бог захочет да а нам нужно бояться да вот каких-то таких сильной необычности вот эта вот история с Акиндином да вот то что ты говорил пришел тоже слушай я умный умный я вот хочу стать монахом супер так к нам тут сейчас у меня вот духовник такой золото я сейчас так вот ух и так вот ринулся и бах даже и что-то начало получаться свет какой-то там пошел а все монахи сказали отью-тью-тью-тью до свидания не наш борзо взялся да постепенно а то у нас получается знаете действительно мы так вот так сейчас мы к свету поближе да а тут мама приходит и говорит ты что сынок ты мусор вынес мама у меня вот оно сейчас загорится а ты тут со своим мусором да а где у тебя врат почтение к отцу и матери там да и это вот это ну то есть с этого надо начинать утверждаемся потом Господь подает дальше больше но вот знаете ну правда я немножко со страхом шел потому что ну ну как о таком говорить там да ну как ну как оно и получилось как получилось да ну про это надо говорить и про это надо знать вот повторяю как то без чего наша церковь и наша жизнь в церкви она ну не вкусна да ты что эти свечечки ставишь там поклоны бьешь а вот я вот а я вот жду я ищу я хочу или как говорил преподом селуан афонский скучаю по Богу да вот такое вот живое слово я скучаю по Богу ну а если будет такое вот намерение такое дерзновение то я думаю что Господь Господь не отворачивается от нас да и это как-то так очень очень утешает и утешает то что мы нужны Богу да потому что вот потому что мы ему совершенно не нужны да то есть он в нас ну ему без нас хорошо а с нами ему тоже хорошо и из-за того то что вот здесь нету никакой такой вот а я вот тебе сейчас Господи не помолюсь будешь знать да ну Богу там хуже от этого не станет да а мне станет а мне станет да из-за того что это это чистый дар да то есть это вот становится очень трудным да но очень красивым потому что если я вам дарю цветы потому что а вы мне надо поставьте пятерку по экзамену да а бы что правда вот а когда это вот по любви да свободно да то есть это помните как в каком-то в нашем мультике я тебе дарю там букет там да за что просто так просто так просто так потому что не хочется да да вот понимаете богословие богословие наших мультиков ну а как не спутать это чувство я скучаю жду хочу быть с Богом чтобы не спутать наслаждение с этим наслаждением вообще а вы знаете что я думаю что вы и спутаете и 10 и 20 раз спутаете а в Писании говорит что по плодам познается да то что потому что ну вот ну а как а действительно ну как пишут в сердце там сладко быть Богом сладко да но понимаете вот в чем наша греховная как бы беда в том то что дашь тебе сладости да а ты сразу же а во какой я сладенький да я молодец я потрудился и мне теперь сладенько так теперь а что там надо в твоем стиле еще родилось опять я вот сейчас вот там у меня было 15 поклонных я сейчас 20 сделаю потом еще то-то-то и мне будет еще слаще раз-раз-раз а я ничего почему ты потому что не Бога ищешь а сладенького ищешь и вот Бог ворчевать начинает и такая засуха начинается да как же я что же я и вот начинается там вот я вот и так и так я ужом извиваюсь а ничего и тогда такой вот и тогда вопрос да что а что ты будешь делать брат и очень легко сказать что ах не работает пожалуйста если только за пряники да ну так тогда не пойдет есть ли у тебя произволение это то есть ты к Богу Бог тебе важен у меня никаких чувств нет у настроения нет я не хочу вообще да а воскресенье пора на службу а там толпа там еще что такое мне это надо господи вот я точно знаю как ты знаешь вот тут вот я вот тут знаю у меня сейчас только голова работает да но если голова работает значит она тебе говорит вставай и иди так неохота же идешь а бывает то что и голова не работает муть какая-то насмотрелся телевизор да попы и все там такие драстяки голова в тумане да вот чувств соответственно тоже никаких нет погоди мужик ты мужик а ну в ружье встал пошел воля да есть воля на одной воле идешь да а бывает что правда и воля никакой ничего просто так хочется побыть с Богом вот так хочется и тут же берешь и вот молишься с покаянием что Господь скучаю без тебя то есть здесь сам Господь организует устраивает это ну и понятное дело да то что ну я не знаю вот раз вы говорите что братство иметь отношение то мне кажется то что если мы внутри церкви то Господь подаст нам людей через которых так иначе будут какие-то весточки хорошо бы иметь духовника который вот хоть что-то там где-то знаю какой-то опыт приобрел слава Богу есть у нас ну вот отцы есть слава Богу и монастыри где-то как-то сейчас можно ходить и вот молиться нужно литература есть можно и литературу тоже вот читать то есть важно постепенно и трезвенно не спеша не перепрыгивая через вот какие-то колени а ну вот в общем это можно тоже долго продолжать это благословите все подключаемся спасибо Продолжение следует...